Оперная певица из Литвы, Намеда Козлаус, дала сольный концерт в Лиде. И это было первое ее выступление в Беларуси. В нашу страну литовская оперная дива привезла некоммерческий проект под названием «Магия литовской музыки». Он был задуман в 2009 году к тысячелетию Литвы и включает произведения литовских композиторов за последние сто лет. А компонировал на медиа литовский пианист Линас Дужинскас. Я очень рада встрече с литовскими зрителями и белорусскими зрителями. Мы привезли уникальную, очень интересную программу литовских композиторов на поэтические литовские тексты. Эта программа уже прозвучала в литовской национальной филармонии и записывала наше литовское национальное телевидение. И будет такой тур и в Литве, и в мире. Приготовлены и бисы, которые будут и на русском языке, скажем. Послушать Намеду Козлаус пришли литовцы, живущие на Литчине, и поклонники певицы. Ведь она известна не только на родине, но и далеко за ее пределами. Намеда исполняет главные роли во многих европейских оперных театрах. Она четырежды становилась лауреатом международных фестивалей. Намеда Козлаус выступала с Монсеррат Кабалье. Именно эта литовская оперная певица стала последней женщиной-партнером в оперной карьере мировой знаменитости. Я оперная певица и более крепкий, драматический сопрано. Пою много Вагнера, Верди. Вот это мой главный репертуар. Но камерная музыка сейчас как раз в мире очень интересно происходит. Значит, камерные речитали, они не так популярны. Почему? Потому что они не так коммерческие. И в литовском телевидении я тоже веду одну передачу, которая называется «Звучащие мира» с мировыми звездами. И у меня недавно был гость тоже Дмитрий Хворостовский, который часто поет, речитали как раз камерные музыки. И мы говорили про это, что очень жалко, но все-таки люди чуть-чуть отвыкают от этого камерного жанра. Поэтому мы с большим удовольствием его показываем и везде представляем.